Зеленский возвращается в Украину с Туречкины. Порошенко любил отдыхать на Мальдивах, Зеленский выбрал народный отдых в Турции. За его трехдневными каникулами украинские журналисты пристально следили, разбирая турецкое фото. Вот он жмет руку местному губернатору, на выходных сам жарил шашлыки в турецком ресторане. Жил Зеленский в пятизвездочном отеле. Президентская вилла стоит приблизительно 40 тысяч евро. Здесь остановился Владимир Зеленский. Рассказывали, что он устраивает прогулки на яхте Коломойского, но доказательств нет. Утверждали, будто Зеленский не отдыхать приехал, а на нейтральной территории встречался с украинскими олигархами. Договаривался. Но эта новость тоже оказалась фейком. Поймать своего нового президента в шортах на пляже киевским репортерам так и не удалось. Журналисты канала «Россия» с ним встретились. Вы тоже скажете, что амнистии не будет. Ребят, я не начинаю с вранья общения. Что с минскими соглашениями, Владимир Александрович? «Россия нашей страны. Можно я буду разговаривать с народом Украины?» Ребят, не начинайте наши общения с очень непонятных отношений. С народом Украины Владимир Зеленский тоже пока разговаривает мало. Зато Порошенко не останавливается. Он сегодня приехал во Львов. Единственный регион страны, где его выбрали. Обещали селфи с президентом. Атмосферу политических похорон Порошенко решил превратить в анонс осеннего реванша. Я очень люблю украинский народ. И я готовый все, что маю, всего себе отдать за счастье Украины, так же, как и каждый из вас. Из торжествующей и согласной с президентом толпы вдруг доносится единственный голос против. Порошенко обескуражен. «Я дякую. Дякую. Кому? Я вам не сорву. Вот там гальба. Посмотрите, вы один. Бежите, бежите, вы свои справы сделали. За побачивание». Но бежать, очевидно, придется самому Порошенко. В Германии предлагают судить его за военные преступления на Донбассе. В центре международного скандала оказался министр социальной политики Украины Андрей Рева. В интервью журналистам BBC он оскорбил жителей Юго-Востока. В сюжете рассказывали о блокаде ЛНР и ДНР, которую устроил Киев, лишив жителей законных пенсий и пособий. «Все, кто были проукраинские, все выехали. А те, кто хочет получать две пенсии, и там, и тут, пускай терпят. Мне их не жалко. Мне жалко тех солдат и офицеров, которые убиты там из-за этих мразей». После Рева пытался оправдаться, мол, британские журналисты не так поняли. Он другое имел в виду.